Варикозная болезнь нижних конечностей на сегодняшний день является очень актуальной проблемой. Венозная система функционирует в более сложных условиях, чем артериальная система. Связано это с тем, что венозная кровь, поднимаясь от наиболее отдаленных участков тела, скажем, от кончиков пальцев и правому предсердию, преодолевает силу тяжести. Наибольшей зоне риска находятся вены нижних конечностей, так как находятся дальше всего от сердца. Около 25% населения Европы страдает варикозной болезнью. Говоря о нашем крымско-атарском народе, достаточно часто обращаются пациенты с варикозной болезнью нижних конечностей. Вероятно, это связано с условиями жизни, труда, связано с тем, что активно строимся, активно живем, не стоим на месте. В большой зоне риска находятся люди, которые проводят большое количество времени на ногах, а именно хирурги, парикмахеры, преподаватели, лекторы. Также те, у кого работа сидячая, те, кто ведут малоподвижный образ жизни в зоне риска. Люди с ожирением, люди, которые употребляют мало клетчатки, люди, которые склонны, скажем, к запорам. Стоит уделить особое внимание той группе пациентов, которые активно занимаются бодибилдингом и принимают препараты, которые стимулируют наращивание мышечной массы, потому как прием гормональных препаратов, которые стимулируют рост мышц, в том числе являются провоцирующим фактором развития варикозной болезни, нагрузки тяжелые физические. Плюс периодически эти пациенты непосредственно перед соревнованиями употребляют препараты мочегонные для того, чтобы, как говорят они, подсушиться, для того, чтобы создать рельеф и так далее. И все это в комплексе, во-первых, создает все условия для развития варикозной болезни, а во-вторых, что еще более опасно, создает все условия для развития тромбофлебита. Очень часто обращаются девушки, которые любят носить высокие каблуки. В идеале каблук должен быть 4 и меньше сантиметров, так как при ношении высокого каблука происходит перераспределение нагрузки на стопу, тем самым повышаются риски развития варикозной. На сегодняшний день с проблемой варикозной болезни чаще сталкиваются женщины. Специфический гормональный фон, беременность, роды. Все это в комплексе повышает риски. Варикозная болезнь развивается, как правило, длительно. На начальных стадиях, когда уже имеются несостоятельные клапаны в венах, она может еще по кассе никак не проявлять, либо пациент может не придавать этому значения. Если вы заметили у себя появление варикозно расширенных вен, появление сосудистых звездочек, стали обращать внимание на отечность стоп, повышенную утомляемость, тяжесть в ногах. Если вы заметили изменение цвета кожных покровов, если ночью вас стали беспокоить судороги в икроножных мышцах, все это может быть симптомами варикозной болезни. На ранних стадиях профилактика и лечение идут рука об руку. Это ношение компрессионных чулков, либо эластичное бинтование и минимальный там прием одного препарата после длительных статических нагрузок, то есть если человек стоял длительно, сидел длительно, либо работал, ну скажем, у станка какое-то время, лучше прилечь ноги в возвышенное положение. Таким образом мы помогаем улучшить венозный отток от ног, тем самым улучшить местное кровообращение. Есть достаточно много вариантов по хирургическому лечению варикозной болезни. Это эндовенозная лазерная коагуляция, радиочастотная облитерация вены. Золотым стандартом на сегодняшний день все-таки является хирургический метод. Операция, она переносится очень хорошо пациентами. Если говорить о хирургическом лечении, об удалении вен, пациенты уже в день операции встают и ходят. Одним из наиболее нехороших осложнений варикозной болезни является тромбофлебит с тромбоэмболией легочных артерий, когда тромб из вен ног мигрирует в легкие и может спровоцировать различные последствия, вплоть до летального исхода. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением, не обращайтесь за помощью в интернет, не назначайте сами себе препараты. Обращайтесь к квалифицированным специалистам, так как своевременное и адекватно назначенное лечение может сохранить вам жизнь и здоровье на долгие-долгие годы.